Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». В студии «Радио Болтком» звукорежиссер Евгений Копеин. А вне студии, через Zoom, в интернете, в облаке встречаемся я, ведущая программы «Без антракта», «Радио Болтком» Евгения Шерменева. И актер, мой очень давний друг и очень мой любимый артист Анатолий Белый. Причем мы сегодня говорим, в отличие от заставки, мы говорим, наверное, уже даже и не только о событиях Европы, но и там, где сейчас Толя, он где-то уже в теплых странах, я так понимаю, да? Хотя теплые страны сейчас в Европе тоже. У нас у всех тепло, жара, у друзей в Берлине вообще все плавится, насколько я знаю. Толя, как ты? И я вижу тебя на белом фоне. Толя Белый на белом фоне для «Радио Болтком», для наших слушателей. Доброе утро тебе. Доброе утро, Женя. Доброе утро. Через какие-то технические проблемы мы соединились с небольшим опозданием. Спасибо тебе большое, что в своем путешествии ты нашел время немножко со мной поговорить. Я хочу тебе задать вопрос, самый главный. Что ты оставил и что ты взял? Ну, оставил я, прежде всего, что при первое, что приходит на ум, свой родной театр МХТ имени Черкова. Оставил квартиру, друзей. Много что оставил, Женя. Много. Я бы лучше сказал, что я взял с собой. Вот скажи, что ты взял. Вот, да. Взял я с собой семью, 12 чемоданов и все. И профессию, да, Толь? Профессию и память. И, надеюсь, еще трезвый разум. Я с ним. Вот это вот дело. Да, Толь, спасибо. Я так понимаю, что уехал ты не так давно. Ты отработал сезон во МХАТе, не стал подводить театр. Обрываться до дель. 4 июля мы прилетели в Израиль. Да, мы сейчас в Израиле находимся. Скажи, пожалуйста, это очень трудный вопрос. Я просто тебе скажу, что я сейчас со многими очень разговариваю. Какие-то разговоры публичные, какие-то личные. И, конечно, начинать все сначала, по сути. Ну, потому что то, что я тебя спросила и оставила, ты практически очень длительную, больше 20 лет, да? 20 лет ты в МХАТе. Да, красиво так получилось. У меня в этом году 20, ровно 20 сезон. С терроризмом. Пришел я туда, да, с терроризмом Серебренникова. 2002 год, да. Я помню эту премьеру. Осенью у нас была премьера в рамках фестиваля «НЕТ». Я помню это очень хорошо. Вот, 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 да. После пларольных снимков меня Кирилл позвал, его пригласили в МХАТ, а он позвал меня на роли. Я пришел в качестве сначала, в 2001 я пришел как стажер. И в 2002 уже был принят в труп. Поэтому в этом году действительно 20 лет, как я отслужил в МХАТе. Ровно 20 лет. Давай вспомним какие-то важные точки в МХАТе. Ну, вот, я тут тоже, знаешь, вспоминала. Можно я тебе назову то, что я вот как раз и вспомнила, что для меня вдруг вспомнилась такими яркими точками твоими в МХАТе? Ну, «Человек-подушка». Это тоже спектакль Кирилла Серебренникова, где ты играл главную роль. И это тот самый спектакль, по которому, я помню, я получала очень много доносов на Кирилла. Ну, в правительство Москвы, когда вот в ситуации с Гоголь-центром, ну, с театром Гоголя приходили доносы, там все время упоминались вот эти вот «Человек-подушка» как один из самых показательных спектаклей. Порочащих русских театр. Порочащих, да, порочащих сцены московских театр. В этом собрался кучу театральных премий и шедший в театре 19 лет. Да, но он в этой весной уже закончился, ну, вот этим летом, потому что... Да, 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 но не 19 спутал, с 2006 года он шел, да, на 15 лет. 15 лет шел при полных аншлагах и больших доносах. Вот этот наш парадокс прекрасный, узкий всегда. Огромное количество доносов. Мне кажется, что они нам делают кассу, эти доносы. Они нам делают рекламу. Понимаешь, вот каждый донос – это как бы еще один аншлаг спектаклей «Человек-подушка». Да, да, да. И я тоже думаю все время о том, как это противоречит. С одной стороны, люди пишут доносы, с другой стороны, они же и бегут на эти... Ну, как бы такие же, как они и бегут на эти спектакли. Да, мы играли в основного ухода Сережи Сосновского, к сожалению. Он шел совсем недавно от нас. И прямо до самого ухода мы играли его при полных аншлагах. Да, это был очень интересный спектакль. Непростой, интересный. И еще одно я вспоминаю, и очень хочу, чтобы ты рассказал. Мне кажется, этот опыт был возможен, наверное, только в Амхате. И это было какое-то невероятное доверие к тебе. Это спектакль «Тадаши Сузуки». Это какой год был вообще? Четвертый, 2004. Вообще, да? Тебе сколько было лет, а ты играл короля Лира? Да, мы чуть-чуть не дотянули до книги «Рекорд в Гиннесе», хочу сказать. Потому что я сыграл Лира в 1933 года, потому что в 2005 мы его выпустили, да. Актер в его собственном театре «Тадаши Сузуки» сыграл в 1932 счет. И он меня опередил на один год. Ну вот расскажи мне, пожалуйста, это же какой-то невероятный совершенно был опыт. Ты был молодой артист, только вот пришел в Амхат. И вдруг вот такая история. И ты же ездил к Сузуки, я так понимаю, вы занимались у него там. Да-да-да. Расскажи мне, расскажи про это, потому что это удивительный опыт театральный, который ни с чем не может сравниться. Это совершенно другая театральная техника, которая свалилась совсем еще на тебя, ну как сказать? Молодого артиста. Умеющего много, но еще не набравшего такого. Да, конечно, конечно. Мне было там 32-33 года. И так получилось, что пришел в Амхат, да. У меня сначала начали Шервинский, вот следующая роль была в Сузуки. Это был, конечно, невероятный экспириенс, невероятный опыт. Действительно, он мне дал очень многое, потому что техника совсем другая. Мы улетели на другую планету. И в прямом, в переносном смысле мы ездили в Японию, в его театральную деревню Тога в префектуре Шизуока. Ему префектура отдала... Вы в Шизуоке были, да, еще? Это префектура, да. В Шизуоке мы потом еще были в городе. Ну, где у него... А, это когда он еще был в Шизуоке, потому что Тога это в Таяме, это вообще в другом городе. Ну, слушай, может быть, я что-то ошибаюсь, но я помню, что деревня Тога... Да. Ну, другая, может быть, другая префектура. Я, я как бы... Не, не, просто у него же тогда была целая империя. Я сама была в Тоге. Да, да, да. А Шизуоке это международный центр, которым сейчас... Ну, это театр, городе, театр. Вот эти деревни Тога в той же префектуре или в другой, неважно. В общем, я, может быть, не помню. Ты путешествовал. Но дело не в этом, да. Дело в том, что мы на месяц уехали в эту деревню, которая была умирающей деревней, префектура отдала просто господину Сузуки, просто вот, чтобы он сделал там международный театральный центр. И это, конечно, было что-то невероятное. Действительно, деревушка, расположившаяся вдоль горной реки по области клона, мохнатых таких поросших зеленью лесов, гор. И там мы репетировали в совсем другом методе. У него со Станиславского забыть, все забыть. Даже не знаю, там, что это. Ну, это его собственный метод Сузуки, который он разработал, где соединяется западный театр и восточный, где ты не можешь выйти на сцену просто так, как мы выходим обычно на сцену. А есть только там 15 типов походок, которыми ты можешь выйти. То есть вот это вот соединение там но театра, да, и западноевропейского. Это потрясающий какой-то эксперимент, действительно, опыт. И у меня там как открылись какие-то клапаны. То есть с нами ездила Марина Брусники, и там было очень сложно даже со звукоизвлечением, потому что он требовал мощнейшей, экспрессивной игры постоянно на 100, на накале, на диком накале. И у нас там не выдерживало связки все. У меня как бы, знаешь, открылись какие-то новые шлюзы. То есть и ментально, и душевно, и физически. Я там, ну, голос просто стал другим. Все. Да, да, да. Мы приехали оттуда другими. Это, конечно, уникальная штука, которая мне потом очень пригодилась, потому что максимальная концентрация. Он учил концентрироваться максимально на том, что ты делаешь, на мысли, на слове, и передавать его в зал, потому что он рассматривал игру в Шекспир. Когда-то в песах Шекспира он ставил на один уровень с древнегреческой трагедией, и ты разговаривал с Богом, который сидит в зале, ни более, ни менее того. То есть какой там партнер? И для нас, актеров, которые привыкли друг к другу по системе Станиславского, я тебе как крючочек, ты мне реплику, я тебе реплику, я тебя слышу, ты меня слышишь, я тебя чувствую, ты меня чувствуешь. А там сразу. Там какой там партнер? Бог. У тебя сидит вон там, на 21-м ряду сидит Бог, и ты вот с ним разговариваешь. И это, конечно, совсем другая энергетика, совсем другой посыл, совсем другой настрой, тюнинг. И это дало мне очень-очень многое. Это как бы открыло какую-то еще энергию. И это мне потом пригодилось в театре очень-очень-очень надолго. Где пластика важна, где тело, где жест, где на сцене нет ничего, там пустая сцена, только ты, твоя пластика, твое сильное, выразительное тело, каждый жест, каждый поворот, и костюм, и свет. Все, больше ничего. И японские раздвижные двери. Вот эти вот все. Да, но он же, по-моему, тогда тебя еще ограничил в движении, потому что я помню, что ты был в коляске еще какое-то время. Да, я еще, к тому же, был в инвалидной коляске практически все время. Он тебя вообще поставил в какие-то невероятные условия. Невероятные условия, из которых ты знаешь, когда тебя ограничивают в чем-то, да, как мы знаем, природа тебя ограничивает в чем-то, то у тебя начинают работать другие механизмы, у тебя в два раза сильнее начинает работать друг другое. Ты не расхлябываешься в теле, ты не расплескиваешь свою энергию на какие-то случайные жесты, на какое-то, да, существование более такое, ну, необязательное. А здесь очень скупое существование, и поэтому ты весь сконцентрирован только на своей энергии, которую ты посылаешь в зал. А что может быть лучше этого в театре? И ты просто зал пронизываешь, берешь и занят только этим. И, ну, поэтому это мощный энергетический посыл имело. Но на зрителя московском он не сразу прижился, этот театр, потом уже начали ходить, но все равно это был большой эксперимент. Олег Павлович Табаков ему просто, ну, уже за это можно поставить память. Уже за то, что он в московский художественный театр пустил Сузуки, это был чистейший воды эксперимент. Чистейший. Но это все начало двухтысячных. Это даже еще... Да, да. Кублька была непривычна ко многому. Это только-только начались какие-то изменения благодаря Чеховскому фестивалю, каким-то людям. Вот только-только начали зрители включаться. Да-да-да, конечно. И только-только вышел спектакль «Пластилин» как раз у Серебренника. Только-только ЦДР начал работать, да, Центр, которыми другие режиссеры Рощина Казанцева. Только вот эти работы... Тоже очень многое сделал, да, Толя? Ну, у меня с этим связано тоже огромный кусок жизни, огромная часть жизни. Спектакль этого центра «Пленные духи» мы играли до сих пор. Вот «ЕМВО» мы играли 20 лет. Да, вот я хотела тоже напомнить, что был такой, теперь уже был, конечно. Женечка, на одну секунду я прервусь, «Пости, ради бога», я просто увидел, что у меня в компьютере... Извините, ради бога, друзья. Ребята, а можете мне принести зарядку? Она лежит там же, где компьютер, мне зарядку. Спасибо огромное. Ну, слушай, это сейчас... Это новое условие, мы выведены из зоны комфорта. На самом деле, да. Сейчас на самом деле это все время так. Бегают люди с компьютерами, ищут сеть, телефонами, Zoom. Такие у нас условия сейчас. С другой стороны, Толя, представить себе несколько лет назад, что мы могли бы на радио сделать программу в твое отсутствие, а в присутствии это совсем в другом месте. И даже мне не надо, видишь, в студию ездить. Я вот за эти два года научилась тоже выходить в эфир из дома, когда вот есть возможность. У меня иногда гости в студии, я приезжаю в Ригу, работаю, а иногда работаю из дома. Толя, я почему спросила про Сузуки? У тебя вот есть такой опыт международный, международного театра, совсем другого театра. И сейчас, когда ты для себя выбрал совсем другую жизнь, жизнь, в которой надо заново зарабатывать репутацию, мне кажется, вот это средоточение японского театра, оно может тебе помочь. Вот надо на него, наверное, опираться и думать о том, что если уж ты с этим тогда справился, то теперь с твоим опытом, с тем, что у тебя есть за спиной, мне кажется, у тебя перспективы точно есть. Скажи, пожалуйста, что ты сделал сейчас, когда ты уехал? Я видела, что ты махнул сразу в Эвенью. Ты без театра не можешь. Да. Слушай, это был для меня самого неожиданный трюк, который я совершил, но с другой стороны, я всегда знал, что я человек импульсивный, и, в общем-то, для меня это свойство. Такие сюрпризы. Еще утром 14-го числа, я не знал, что 15-го я окажусь в Эвеньоне, просто разговоря с Юлей Аук, случайно она обронила, что 14-15-го едет в Эвеньон. Я говорю, а там еще что-то. Она говорит, ну, Кирилл, последние показы. А, говорю, я 14-го числа утром сижу, устраиваю, вернее, дописываю сына в школу, там все это прохожу, собеседование, тестирование и так далее. И параллельно, значит, разговариваю с Юлей, заканчиваю разговор, говорю, ага, хорошо, Юлечка, пока. И набираю, просто набираю в телефоне рейс в Эвеньон. Ой, Москва, Господи. Да. Да, да, это будет еще долго, Толя. От Авизма, да, еще будет долго. Это будет долго. И женщина, которая сидит напротив, русскоговорящая, говорит, а вы, вам нужен самолет, вы куда-то летите. Я говорю, да. Она говорит, у меня знакомый туроператор, я сейчас его дам. Через 15 минут мне на почту, вернее, на телефон приходят все рейсы в Эвеньон, и мы выбираем оптимальный рейс, и 14-го ночью я уже лечу в Эвеньон. Прилетаю 15-го утра в Марсель, сажусь на поезд, приезжаю в Эвеньон, все, только ради того я прилетел на один день. 16-го утра. То есть только один день был в Эвеньоне? Я был один день вообще во Франции, в Эвеньоне, потому что у меня 17-го утром я открывал счет в банке, извините. То есть тебе нужно было еще какие-то вот эти вот бытовые бюрократические вопросы решать? Конечно, я до сих пор их решаю, здесь все непросто, большой наплыв. И патриантов, и огромной очереди везде. И я занимал эту очередь в банк давно, и у меня 17-го числа была назначена встреча в банке открытые счеты. Ну, что, простите за ботовизм, за все вот это вот. Но тем не менее, то есть я 15, я знал, что я на один день лечу. Я прилетаю ровно на спектакль Кирилла, мы встречаемся днем с Юлей в кафе там, да, с Филиппом Абдеевым, который там сидит, с Полиной, и с дочкой Юлия, пьем кофе, встаем, говорим, ну, хорошо, ладненько, давайте, там кто-то должен, я пойду отдохну, мы пойдем, и вот так вот просто натыкаемся на улицах Авеньона на Дмитрия Крымова с Мариной Давыдовой и с женой Димой Имплей. Вот просто натыкаемся, буквально чуть не столкнувшись лбами. Ну, вот такие чудесные какие-то вещи, мы стоим два минуты ошарашены и говорим все, что этого не может быть, этого не может быть, этого не может быть, обнимаемся, целуемся, и вечером я смотрю спектакль, и после спектакля мы заходим за кулисы и обнимаемся с Кириллом, и мы не виделись кучу времени. Ой, Женя, все это вместе, конечно, была какая-то щемящая совершенно радость и горечь, была такая гамма чувств, вероятные просто. И мы были счастливы друг друга увидеть и обнимались, и говорили на перебой, и рассказывали какие-то смешные истории, и все, и про спектакль, и все про жизнь. И так было это все горько, с другой стороны, что мы что мы, но с другой стороны, а с третьей стороны, то мы все равно вместе. И что вы в театре, и что вы в театре. И что мы в театре. Не просто где-то, а что это театр, что это работает. Да, конечно, конечно. Вот эти какие-то случайно, не случайные встречи, вот эти наталкивания на Крымова, на улице Авеньона, вот это, это все не случайно. Мы поняли, что все это не случайно. И, конечно же, я со студенческой скамьи знал, что и понимал, что и мечтал, Авеньон, театральная метка, и нам это было на истории зарубежного театра вложено в голову с первого курса, и у каждого была мечта туда попасть. И вот моя мечта в почти 50 лет. Коротко, но сбылась, но зато ярко, да, Толь? Зато очень ярко. Коротко, но ярко. Коротко, но ярко. Я безумно счастлив за Кирилла. Он сделал мощнейшее полотно, огромное полотно. Он мастер больших форм, конечно, просто невероятный, большого мастера, который потрясающе пользуется всеми выразительными средствами, зная театр досконально. До мозга костей любит его, обожает. И это так видно. Это так видно. Это такой праздник театра. Я на это короткое время стал счастливым человеком. Ну, скажи, пожалуйста, я как раз тоже вспоминала и хотела с тобой поговорить, что мы с тобой виделись в Латвии дважды. Один раз ты привозил свою программу «Кинопоэзия». Это был твой вечер, где ты читал стихи, показывал видео, которые тоже записаны на стихи. У тебя была своя программа, которую ты делала, она у тебя есть в интернете. Я так понимаю, что она существует, да, на твоем YouTube-канале «Кинопоэзия». Ну, в каком-то виде... Архив остался, да? Да, архив остался. То есть можно смотреть архив, вот эти все стихи, которые ты делала в течение многих лет. Да. Ты четыре года, да, по-моему, этим занимался. Ну, три года. Три года точно мы сделали, да, это наши маленькие поэтические фильмы лежат на канале «Кинопоэзия». YouTube в открытом доступе. Их можно смотреть. Архив. И второй раз, и последний, после чего, конечно, все у нас там рухнуло с эпидемией. Это вы привозили «Золотая маска» в Латвии, привозила спектакль из Сережи, Дмитрия Крымова. Вы играли в «Далес» театре. Это вот был твой приезд, когда мы с тобой тоже увиделись в Риге. И это была работа как раз с Дмитрием Крымом, который тоже теперь делает спектакль, готовит спектакль. И в Балтии в двух странах. Я знаю, что и в Новом Рижском театре у него будет работа, и в Клайпеде, в Драматическом театре у него будет премьер в следующем году. Так что две работы у нас тут будут рядом. Можно будет приехать посмотреть спектакль Дмитрия Крымова. С удовольствием приеду. Я обязательно. Езжай, Толя. Да, помимо этого у нас еще много чего другого можно посмотреть, но это тоже нет. Да, да. Я мечтаю попасть на ферму, если, конечно, нас учил, много планов. То есть Балтика сейчас стала таким центром прямо эмиграции, по крайней мере, точно нашей новой. Оль, ну сейчас невозможно спрашивать, какие планы, потому что планы, я так понимаю, в первую очередь такие, чтобы заняться детьми, семьей, устроиться на месте, как-то начать жить. И дальше уже, наверное, будет что-то... Или, честно скажи, уже о чем-то думаешь? Ты знаешь, у меня в другом, немножко другой плоскости мои такие внутренние вопросы и переживания. И тебе честно скажу, что, приехав в Израиль, мы здесь две недели находимся, у меня уже есть театральные предложения, вот, здесь не буду ничего называть, все это очень каких-то таких, эфемерно пока, очень все такое призрачное. Вот. Но я понял, что, в общем-то, здесь меня знают и хотят видеть на сцене. Это, конечно, очень приятно, но для меня безумно, я просто, знаешь, как оттаял немного, потому что, конечно, был внутри ледяной ком, и он остается, и никуда не девается. Больше вопросов, наверное, у меня к тому, что у меня периодически опускаются руки, я тебе честно скажу, у меня такое, очень часто возникает мысль, как бы, о том, что зачем вообще все, ну да, то есть, после этой катастрофы такие какие-то пораженческие мысли у меня в голове очень часто не дают мне нормально жить и существовать, такие, что, как бы, все, вот эти 20 лет в Махате, и там, до этого, все, что я пытался сделать, в России ничего не спасло и не помогло, не спасло от катастрофы, поэтому, вот эти вот такие штуки меня очень сильно давят на меня, такие мысли о том, что, кому это все нужно. Толя, с другой стороны, с другой стороны, можно я тебе скажу об этом, я думаю, что эти мысли посещают, ну, всех мыслей людей, которые, так или иначе думают о том, что происходит, и эта мысль о том, что искусство не спасает, она как-то очень сейчас популярна, вот я с ней абсолютно не согласна, потому что я не знаю, как случилась бы эта деградация, и как бы эта катастрофа была, и в каком бы она была объеме, и может быть, даже и страшнее, чем сейчас, когда страна, когда Россия, ну, правда, мы скажем, она при всей своей огромности и бряться неоружием, и агрессивности, она все равно находится в полуразложенном состоянии, потому что эти 20 лет привели к тому, что экономически и, экономически и, как бы сказать, структурно страна подразвалилась довольно серьезно, я в этом абсолютно уверена, и поэтому то, что ты делал в своей работе, твоя кинопоэзия, твое обращение к людям, то, что ты был всегда неравнодушен, то, что ты всегда высказывал какую-то свою позицию, она была видна помимо твоих ролей, еще общественная твоя позиция, я не думаю, что это впустую, я думаю, что это дало многим людям возможность жить и думать так, как они хотят, глядя на тебя, и я думаю, что это очень помогает многим, кто не может, как ты, уехать, например, кто остается, может быть. И я в этом абсолютно уверена, что ничего впустую не было, и то, что искусство все равно спасает, я в этом тоже уверена. Потому что это две волны просто. Страшная волна сейчас больше и страшнее, а мы такие, как бы, то, что мы делаем, вроде поменьше. Но если... Тем не менее, надо что-то делать, когда сразу вспоминаешь Чехова, дело надо делать, господа, и не надо этому поддаваться. Это такие... Если бы поделился такими, знаешь, триминутными, ну, как бы, частыми, частыми, семиминутными всплесками такой апатии, такой депрессии, можно сказать. Но надо что-то делать, я понимаю прекрасно, и я делаю, и мы тут что-то, что-то будет. Что-то будет, здесь огромное количество творческого народу приехало, огромный пласт, просто как в физике, помнишь, критическая масса. Критическая масса творческого народа здесь сейчас все как бы приближается к критической массе, и люди, организовывающие искусство, продюсерат местные, понимают, что с этим что-то надо делать. Вот, поэтому... У нас тут тоже продюсеры сидят и меня ведут. Я, я в принципе открыт, я как бы, знаешь, и до этого ты человеком мира был, да, наверное, меня в Советском Союзе обозвали бы космополитом, как безродным, как многих тогда людей. Но у меня действительно вот это чувство Родины, во-первых, когда мы говорим о России, давай я скажу эти слова, потому что они важны, чтобы люди, слышащие понимали, слышащие и слушающие нас понимали, что мы не... что я не собака, которая перелезла через забор и гавкает оттуда, понимаешь, и тявкает. Я обожаю Россию, я обожаю эту страну, она для меня родная и боль от того, что происходит, неимоверная, неимоверная. Как и боль за Украину, конечно же, в равной степени, в равной степени. Но я всегда был открыт к миру и всегда понимал, что я могу жить, например, во Франции, обожаю эту страну. Я сейчас в Израиле, я буду здесь жить, буду здесь делать, здесь мои родители, и, может быть, даже исторически на какой-то момент я подумал, что как должно быть время собирать камни. То есть я в 16 лет ушел из дома, в хорошем смысле слова, я просто вылетел из родного гнезда, мне хотелось свершений, покорений, куда-то там путешествий и так далее. Мне было тесно в городе Тольятти, там нечего совершенно делать. И в 16 лет я в Сирвизакомщике и отрезанный Ломотич. И сейчас, когда родители стали немощными, когда им нужна действительно помощь, я вдруг возвращаюсь и в одном городе с ними живу, я там 15 минут до них ехать. И, может быть, в этом есть тоже какой-то смысл, я подумал, что сейчас я должен быть здесь с родителями. Это какой-то момент, что вот... вот, но я открыт для мира, я открыт для всех предложений. Я вижу, что происходит в Европе, в Балтике. Я с удовольствием, с счастьем, с радостью за этим слежу. И если будет предложение, конечно же, на него интересные предложения по работе, я, конечно же, на него соглашусь. Толя, вот еще вопрос. Ты сказал про боль за Украину. Я вот все время думаю о том, что, с одной стороны, невозможно просто наблюдать, с другой стороны, не очень понятно, что делать. И мне кажется, самый трудный вопрос, который нас касается, это то, что вот это ощущение беспомощности, невозможности как-то этому всему помочь. И каждый справляется с этим сам. Вот Чулпан сделала спектакль вместе с Аллой Санхерманисом, который как бы размышляет о теме вот этого преступления против человечности. Да, хорошо, Женечка. Я тоже делаю много всяких вещей. Горжусь там одним проектом, который мы сделали для детей. И я очень надеюсь, что каждый из нас и ты тоже найдет для себя какое-то применение для того, чтобы было что-то хорошее. Толя, скажи что-нибудь хорошее напоследок. Скорее будет мир. Да. Я очень желаю Украине победы и освобождения своей страны. Да, я тоже. Будет. Спасибо тебе большое. Все будет. Спасибо. До встречи. Хорошо, Толя? Давай, до встречи. Обязательно до встречи. До встречи. Спасибо. Радио Болтком.